Смысл моего выступления состоит в том, чтобы показать, насколько технологии информационно-коммуникационные, насколько тесно, они в оптимальном варианте должны быть связаны с социокультурными технологиями. В оптимальном варианте пока еще не очень связаны. Но что у нас сегодня происходит? Происходит то, что я сделаю акцент не на информационных технологиях, не на проблеме доступа к информации, свободного доступа, а именно на коммуникативной стороне вот этих новых технологий. Ну вот, так сказать, сегодняшние все выступления, по сути дела, в общем-то, показали, что мы отходим от прежних иерархических схем. Ну, так сказать, сидит, вот как раз выходит Татьяна Львовна, мы с ней вместе работали когда-то в библиотеке Ленина в научно-исследовательском отделе, на самом верху Иерархии. И, так сказать, представить было невозможно, что какая-то маленькая библиотека, библиотека города Ленигорска, Мурманской области, я, честно говоря, не знала даже, что есть такой город, вдруг станет организатором, по сути дела, всероссийской конференции, посвященной проблеме музеев при библиотеках. При библиотеках или, так сказать, в апреле этого года другая маленькая библиотека, филиал библиотека, музей-библиотека блокадного Ленинграда тоже становится организатором всероссийской конференции. То есть, понимаете, без разрешения, представить себе, что без разрешения библиотеки Ленина или своего регионального центра можно было позволить такое святотатство даже, ну, невозможно было представить. То же самое происходит сейчас, создаются сайты, так сказать, девочки, не спрашивая, молодые в основном это ребята, не спрашивая разрешения вышестоящего руководства, создают блоги. То есть, понимаете, этот такой замечательный, в хорошем смысле слова, хаос показывает, что мы действительно отошли от этой жесткой иерархии. Мы перешли горизонтально к сотовым доминантам. Бег по горизонтали интереснее, ибо он, в отличие от вертикальных цепочек, бесконечен. Это я ссылаюсь на двух культурологов, моих любимых авторов. Что сегодня происходит вообще, так сказать, действительно, все смешалось в доме Облонском, в доме Облонских, так сказать, смешались в кучу кони люди, маленькие библиотеки, большие библиотеки. Там, где есть инициатива снизу, там, по сути дела, библиотека присутствует в интернете, в популярных социальных сетях. По сути дела, идет речь о повышении степени открытости, свободы самовыражения, публичности. Понимаете, так сказать, действительно, это публичная работа публичной общедоступной библиотеки. И, по сути дела, я тоже ссылаюсь на, так сказать, питерского видного ученого Харходина, это ректор Европейского университета, его любимая фраза – публичное действие. То есть мы от межличностного общения Анны Ивановны с Анной Петровной переходим к публичному действию. Мы публично представляем себя вот в этом, так сказать, в этом сетевом пространстве. И это является предпросылками для консолидации библиотек, для слома перегородок между библиотеками разных систем и ведомств, а также внутри отдельных систем. Сегодня вот только что, так сказать, шла об этом речь, о том, что и маленькие библиотеки, так сказать, и большие библиотеки, и публичные, и научные библиотеки – все они являются участниками того или иного проекта «Бекона». И вот то, что это происходит, то, что, так сказать, вот этот замечательный хаос в хорошем смысле слова, по сути дела, социологи говорят, что это одно из появлений преодоления атомизирующего рефлекса. Когда каждый существует, это вот большая беда нашего общества, пишут сотрудники Левада-центра, вот этот атомизирующий рефлекс. И то, что библиотеки преодолевают этот рефлекс, говорит о том, что мы еще ничего, так сказать, что мы действительно оказались где-то, бежим впереди паровоза во многом. Более того, вот то, о чем как раз сегодня говорилось, так сказать, моими коллегами раньше, ранее говорилось, по сути дела, является замечательной основой для диалога, полилога с читателями, библиотекой друг с другом, людьми с улицы. Вот опять же, хаос в таком хорошем смысле этого слова. И по сути дела, как пишут сегодня психологи, в этом смысле можно говорить о том, что...